Мальчики в фигурном катании Уже давно не редкости выступления девушек в клетке вызывают большой интерес у зрителей. При этом бои ничуть не уступают мужским в плане зрелищности. Через месяц свой очередной, уже шестой поединок в профессиональной карьере проведет сибирячка Юлия Островерхова. О ходе подготовки девушка рассказала нашей съемочной группе. Юлия в клетке проводит бой с тенью. Это своеобразная симуляция поединка и одно из самых популярных упражнений среди бойцов для отработки техники. Ровно через месяц соперник будет уже невоображаемый. Девушку ждет бой в Челябинске против местной спортсменки Галины Якуповой. Исходя из того, что я посмотрела из боев, она достаточно конкурентный соперник. Она и борется, и в стойке работает неплохо. Поэтому, как обычно, просто готовиться ко всему. Потому что, если готовиться по что-то конкретное, на этом зацикливаешься, и потом это может плохо отразиться. Поединок должен был пройти в сентябре, но, как и многое сейчас, в итоге перенесен на более поздний срок. Теперь, когда есть четкая дата боя, стартует горячая пора подготовки. Как говорит сама Юлия, нужно сделать работу над ошибками и потянуть борьбу в партере. У меня девочка, которая сейчас 18 лет, это основной спарринг-партнер. Мы с ней готовимся, она со мной к своим, я с ней к своим соревнованиям. Ну, а так и с ребятами тоже. У нас есть много юниоров, которые, ну, примерно моего веса, и с ними работают. Главная помощница и спарринг-партнер Юлии – Аня Ермакова. Девушка пока в силу возраста на турнирах, даже любительских по ММА, не выступала. Туда допускают лишь с 18 лет. Но в клетке работает часто, помогают подруги по команде. Та же, в свою очередь, готовит ее к соревнованиям по панкратиону. На первенстве России в Севастополе Аня завоевала бронзу. Ехала туда сибирячка за победой, но даже третье место лучше, чем ничего. Философски подмечает спортсменка. Причем медали действительно могло и не быть. Аня проиграла в первом же бою, но ее соперница в итоге выиграла турнир. И по правилам девушки дали шанс на утешительный финал. Прииграла болевым на руку. Не очень приятно, конечно. Прямо это было, да, это рука. Это было неприятно. А потом, утешительная, получается, девочка из Башкорпостана была. Я ее выиграла тоже болевым приемом другим. Тоже сильная девочка, тоже хотела бороться. В основном на стойке почему-то не хотели работать они. Первенство России по панкратиону в этом году было на удивление многочисленным. Если раньше весовой категории могло быть всего 2-3 участника, то теперь в несколько раз больше. И это не может не радовать интерес к единоборству. Среди девушек растет. И стереотипы о неженском виде спорта уже давно в прошлом. На самом деле не страшно. Просто нужно верить в себя. И где-то, наверное, со своими страхами бороться. Да, просто представить, что это твой страх. Просто бить его. На первенстве России Катя тоже взяла бронзу в своей возрастной группе. Причем для нее это был дебют на всероссийском уровне. В мечтах у обоих девушек попробовать себя в профессионалах. Тем более перед глазами есть наглядный пример их тренера. Как воспитать чемпиона? Ответ знает заслуженный тренер России по фигурному катанию Виктор Кудрявцев. Специалист накануне встретился с новосибирскими тренерами и оценил подготовку воспитанников школы. Подробнее Александр Шевдела. Виктор Кудрявцев делится тонкостями работы. Как правильно поставить спортсменам катание и научить их прыгать. Виктор Николаевич знает, как никто другой. Примечательно, что семинар и открытая тренировка проходят в школе имени самого легендарного. Наставника, которая работает в Новосибирске уже пять лет. У нас здесь и группа одиночников. Маленькие, средний возраст. И пытаемся возродить спортивные танцы на льду. Ну, у нас небольшие группы. У нас 12 человек маленьких. Вот. И 6 уже разрядников. Главные проблемы для фигуристов – конкуренция с хоккеем за мальчишек и нехватка льда. Тем не менее, прогресс местных спортсменов налицо, отмечает другой гость семинара – тренер Сергей Чемоданов. Один из лучших российских специалистов по технике скольжения. Новосибирским тренерам приходится работать в стесненных условиях. Но результаты воспитанников в последние годы становятся все выше, что показали и прошедшие в нашем регионе всероссийские соревнования на призы Виктора Кудрявцева. На сегодня это все новости новосибирского спорта. В студии для вас работала Кристина Латом. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok